В свое время вот такие замечательные конструкции, но не такие клевые. Они были в каждом квартале, точнее их было несколько, в каждой коробке они были. Со временем, ну видать, муниципальные структуры решили избавиться от этого детского удовольствия, и в общем-то их стало мало. Что сейчас? Сейчас президент и партия Единая Россия выделяют деньги на благоустройство. Только как эти деньги расходуются? Это вот вопрос, который я сейчас вам объясню. Как работает новая схема отката? Потому что официальных откатов вроде как бы и нет, но составляется требование на аукционе, где с точностью до болтика описывается конкретная продукция. Представляете, да? Вот так вот живет город М. И кстати, господа полицейские, пожалуйста, займитесь этим вопросом. Потому что, ну, представляете, вот эта красота. Городу бы обошлась в миллион рублей. Точнее, обходится в некоторых районах, но не здесь. Здесь цена вопроса в три раза меньше. Эксперимент называется. В летних кроссовках на горке. Ладно, лучше на попе. Опас. Сколько такое чудо стоит-то реально? Ну, мы сделали его за 200 тысяч почти что. Ну, чуть меньше там, 195. Это 194 вышло. С установкой, с монтажом. То есть здесь вот объектов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти 10 объектов. Да, 10 элементов. Вполне нормально. Ну, а теперь проедемся по тем местам, где вы уже поставили. То есть поедем сейчас в Кизил и Верхний Уральск. Ну, да, конечно. Там тоже у нас очень много объектов стоит. И мы не зря затронули тему распила бюджета. Да потому что все мы платим налоги, и всем нам неприятно, когда тырят из нашего кармана. Но радует то, что не везде проскакивают лоббированные проекты. Так на земле Кизильской, например, молодой индивидуальный предприниматель на чистом аукционе подвинул и Челябинский, и Екатеринбург. Но ошибочно было бы предположить, что работа выполнена на удешевление и абы как. Прекрасные условия, мне очень нравится, вообще потрясающе все. Особенно для Кизила. То есть, казалось бы, ну, село, а село выглядит лучше, чем Магнитогорск. Ну, и другие города мы видели просто. Вы, естественно, сталкиваетесь с необходимостью грамотно расходовать бюджетные средства, в том числе и на строительство детских площадок. Поработали с предпринимателем Гайну Диновым. Понравилось? Очень понравилось. Во-первых, мечта спортивной площадки у нас зародилась давно, еще с самого открытия детского дома. Но просто сейчас, в данный момент, в последние времена, мы получаем финансирование с областного бюджета, поэтому у нас проблемы такой не стало. И эту проблему мы решили. И Эпоин Гайну Динов очень прекрасно, в смысле, выполнил, справился с своей задачей. Мы получили то, что хотели. Дети у нас сейчас в летнее время, особенно, все на этой площадке, как в аквариуме рыбки, у нас исчезли проблемы. То у нас мячик улетит, то мы боимся за свою кошку. И только сейчас мы в полной безопасности, благодаря этой спортивной площадке. То, как трепетно селяне относятся к выделяемым деньгам, особенно из областного бюджета, результат жесткого контроля. И реальных сроков, которые получили бюджетные ворюги. Просто на селе сразу видно, кто прет. У нас структуры оные размазаны в элитных поселках. И денежки пилятся. Благо, бесконтрольных ручейков много. Вывод – управляющие компании, которых за свои деньги можно, по крайней мере, хоть морду набить. Потому что будем знать, кого мочить. И тогда во дворах будет порядок, и детям будет где играть. Эти мысли пришли в мою голову при виде развивающегося села, где люди живут по нормальным человеческим принципам. Так получается. Когда мы познакомились с данной организацией, он представил нам свои прайсы, рассказал о том, как они работают. Мы привели соответствующую процедуру конкурса. Была проведена котировка. И данное ИП зашло в наш район. Качеством его работы мы довольны. Выполнили в срок. Поставку сделали. Оборудование смонтировали. И, как и положено по договору, год находится на гарантийном обслуживании данное оборудование. А есть желание дальше с ними работать? Да, мы в дальнейшем планируем работать с данной подрядной организацией. Планируем в дальнейшем, потому что сложились отношения. Если мы будем выставлять на конкурсы, и они будут заявляться, то мы будем только рады приветствовать их в нашем районе, чтобы у нас побольше росло таких спортивных площадок, спортивного оборудования, игрового оборудования. Это называется дорога к новому качеству жизни. И оказывается, на село можно приезжать и жить? Думаю, что да. Что село тоже развивается. И сейчас много внимания уделяется развитию в сельской местности и именно инфраструктуры. Чтобы было чем детей занять, молодежь занять. Мы планируем, например, в этом году реконструировать немного наш парк. И там тоже будет стоять сделанный детский городок, небольшой детский городок, где будут ребята с родителями гулять, играть и отдыхать. На улице холодновато, да? Ну, все равно понравилось. Естественно, к каждому строителю у меня возникает вопрос. Да и у каждого человека сроки. То есть вот за сколько реально можно поставить такую замечательную игровую площадку? Ну, мы справились с этой задачей за три недели. То есть полностью под ключ, так сказать, сдали за три недели объекта. Вам пришлось бодаться, ну, на конкурсе, естественно, да? Да. Мало того, что мы знаем, как у нас конкурсы своеобразно так проходят, село по-другому относится. И деньги на селе, естественно, тратятся с умом. То есть вы бодались. Сколько стоимость такого объекта? Стоимость такого объекта вышла в 445 тысяч полностью. Это скамейки, это ограждения, все-все-все. Которые вот вы видели, это все включено в стоимость полностью. То есть с доставкой, монтажом. И машинки. И машинки, да. Ну, так это вообще получается. Можно мини-стадион летний отгрохать по такой весьма привлекательной цене. Ну, в принципе, да. Чужой пример другим наука. Однако вот какая штука, что учит нас теперь село. Как деньги тратить бы дано? Примерно такими бы стихами Лервантов бы уязвил нас. Что ж, будем учиться у села. Потому что есть и депутаты с головой, теперь уже понимающие, что дворовые игровые площадки устоят от вандалов только исполненными из металла. Есть и простые магнитогорцы, не желающие покупать китайские садовые изделия в 5 раз дороже. Потому что сегодня магнитогорский предприниматель может это сделать и не хуже, но в 5 раз дешевле. Когда бюджет выделяет деньги на благоустройство, это хорошо. Естественно, возникает большое количество желающих. Но сейчас есть аукционы, и человек работает на понижение, то есть на экономию бюджетных средств. Если мы сталкиваемся с деятельностью частных предпринимателей, молодых, такие ли они неопытные, либо они умеют делать и делают качественно? Я считаю, что дело не в возрасте, дело в умении. Поэтому качество их продукции вполне нормально. Я не считаю, что молодое, что старое дело специалисты, которые там работают. У каждого главы поселения существует такой вопрос, сколько долго это простоит? То есть мы раньше делали детские площадки из дерева, но в магнитогорске они вообще долго не живут. То есть понятно, вандалы все. Метал, из него же надо уметь делать и делать красиво? Согласен, что я думаю, что уметь делать из металла мы сейчас все-таки в нашей стране научились. У нас только на территории нашего городского поселения три организации, кто неплохо делает из металла. Но по цене, вот, те люди, кто у нас участвовали, они как бы у нас в ценовом диапазоне выиграли, по сравнению с нашим. Ну и мнение уже как бы жителей города Верхневральска, насколько все это красиво и эстетично, и насколько это вписывается в облик самого старого города Южного Урала? Ну и считаю, что это эстетично и красиво. То есть люди восприняли нашу деятельность по благоустройству и организации детских площадок очень положительно. Даже были приняты активные участия. То есть после того, как мы установили площадку, люди своими силами дворами выходили и что-то дополнительное даже создавали. То есть благоустраивали, садили там цветы, огораживали собственными силами с помощью администрации и своими усилиями. Поэтому тут положительный эффект от этих площадок, конечно, большой. Вы не ослышались. В городе, в котором все в три раза дешевле, чем в Магнитке, магнитогорская фирма составила достойную конкуренцию. Да, потому что это производственники, это не торгаши. Они сами гнут, придумывают, варят и покрывают полимерным покрытием. Действительно, что-то меняется в королевстве датском, в лучшую сторону. Теперь понятно, что у нас есть специалисты, которые умеют делать быстро, дешево и красиво. Такие детские площадки, которые по сути аттракционы, могут быть смонтированы везде. И в детском садике, и в вашем коттедже, и в вашем дворе. Человек же рано или поздно начинает понимать, что счастливые дети – это лучшее наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...